Бакалавриат Бакалавриат я закончила на историческом факультете МГУ Я решила попробовать что-то новое И поняла, что медиакоммуникация это то направление, которое мне нужно Но в силу того, что на нашем направлении есть международная повестка И более того, есть пары, которые преподаются только на английском языке Я учился в бакалавриате журфака МГУ 4 года Последние 2 года я учился на направлении интернет-журналистика И когда подошел тот серьезный период, когда нужно было выпускаться Я понял, что я не готов еще отпустить журфак из своей жизни И я хочу еще остаться здесь, еще больше сродниться с этими стенами Еще больше почерпнуть для себя, развить свои навыки И поэтому я решил поступить в магистратуру Я учился в бакалавриате на журфаке МГУ На модуле медиабизнес и деловая журналистика Это тоже кафедра теории экономики цифровых медиа По многим причинам я решил пойти именно сюда Как минимум это военный учебный центр Я продолжаю там обучение, я не мог не пойти в эту магистратуру Ну и, наверное, я все-таки работающий человек А работать всегда приятно, когда ты уже знаком с людьми, с которыми ты учился не один год Которым ты сдавал экзамены, потом ты сдавал зачеты Я училась в бакалавриате на факультете государственного управления И я всегда знала, что в магистратуре я пойду именно туда Но потом уже где-то, наверное, курсе на третьем Я поняла, что это совсем не мое, то есть это чистая теория Мне же хотелось практики, какого-то креатива захотелось И я подумала, что самое креативное, что может быть, это журфак И вот и здесь В бакалавриате я училась здесь, на журфаке МГУ На отделении медиабизнес и на международной журналистике Я решила несколько изменить специальность Я очень люблю медиабизнес и считаю кафедру теории экономики СМИ Своей такой научной родиной Но мне захотелось посмотреть на производственный процесс Собственно, медиабизнес учит управлять А мне было интересно посмотреть, как этот процесс сам по себе делается И в целях расширения компетенции я пошла на телевизионную журналистику В бакалавриате я училась тоже на телевизионном отделении Я думала, что я пойду, например, в печатную журналистику Но когда у нас были вот эти практические модули Где два месяца мы занимались радио, газетой, телевидением и новыми медиами Я зашла в студию и получился такой эффект, знаете, как ребенок Который первый раз приходит в Диснейленд Там, значит, ходит живой Микки Маус, Русалочка и Золушка И тут, значит, я захожу в студию, камеры, наши операторы Все там что-то жужжат, обсуждают, разговаривают И я такая, о боже, как тут круто! Я выбрала модуль медиакоммуникации в международных отношениях Потому что именно на этой программе была заявлена возможность Двойной программы, то есть когда у тебя есть лекции на английском языке Практика языка И в том числе, конечно, это упор именно на международные отношения Чего не отдают другие программы В основном, конечно, мы разбираем международные новости Возможности коммуникации в международных структурах Например, на это у нас были направлены лекции в первом семестре Когда мы обсуждали то, каким образом должны коммуницировать И какая роль журналистов в контексте международных организаций И каким образом вообще строится процесс взаимодействия с публикой, с участниками и так далее Модуль, на котором я сейчас учусь, он отвечает, в принципе, всем моим внутренним запросам Потому что это очень хорошая подготовка, чисто журналистская Там нас учат писать, нас учат работать с источниками информации Ну, то есть все то, что нужно журналисту И я понял, что мне было бы неплохо, наверное, актуализировать те знания, которые я получил в бакалавриате Еще развиться в этом плане У нас очень насыщенная программа, на самом деле, и она самая разная То есть в первом семестре мы занимались написанием разных журналистских материалов В разных жанрах мы писали новости каждое занятие Что еще может быть интереснее, чем теория экономика цифровых медиа? Я не хочу обидеть никакое другое направление, но тут как бы без шансов, ребят Это даже не обсуждается Ну, это вне конкуренции, что называется У нас много действительно классных дисциплин Это медиаэкономика, это основа медиапланирования, которые были в бакалавриате Но здесь они, блин, совершенно другие Ты понимаешь, что другой уровень изучения предмета Я сейчас говорю на полном серьезе Это те же самые рекламные, модели рекламных рынков и их изучения со стороны средств массовой информации Мы изучаем современные тенденции медиа, современные тенденции СМИ Естественно, делаем как бы упор на экономической составляющей всей этой сферы На то, что именно называется медиаотраслью, медиаиндустрией, медиабизнесом Я никогда, в принципе, не хотела быть чисто журналистом Мне было интересно именно общение, коммуникации, налаживание связей Возможно, какое-то продвижение продукта И я поняла, что стратегическая коммуникация, в принципе, то, что нужно Это такая связь бизнеса, маркетинга, журналистики Прям идеальный для меня вариант Непосредственно профессиональный блок — это связи с общественностью То есть мы разбираем какие-то кейсы Рассматриваем негативные, позитивные стороны Предлагаем собственные решения проблем Также мы очень много работаем с текстами И, в принципе, мы, наверное, учимся быть таким связующим звеном Между бизнесом, партнерами, государством В принципе, всеми игроками рынка Поскольку в бакалавриате я училась на отделении медиабизнеса И международном отделении Мне было интересно посмотреть, как работают процессы, которыми я собираюсь управлять Я очень люблю кафедру теории экономики СМИ Считаю ее своей такой научной родиной Но углубиться в производство мне хотелось И я пообщалась со своими друзьями с разных модулей И решила идти на телевизионное отделение Из-за предметов, продюсирования, режиссура Это все то, в чем важно разбираться Если ты хочешь управлять процессом И понимать, как медиасистема В формате компании Или в формате огромной медиасистемы страны Работает И, значит, мы сидим во дворике журфака Перебираем модули И я решаю, значит, собрать на своей любимой телевизионной кафедре Всех своих друзей с бакалавриата Кто поступил в магистратуру И начинаю, значит А вот у нас есть вот это А еще вот это А еще мы можем поделать вот это Все-таки Ой, как интересно Да, да, телевидение Очень здорово И как-то так у нас Вся моя группа Ну, практически это все мои друзья с бакалавриата Ну, наверное, никто не пожалел Что все-таки послушал меня И пришел на телевизионную кафедру На протяжении целого семестра Я смотрела сотню лучших мировых фильмов Ходила к домашним своим Рассказывала, что Боже мой, ты знаешь, какой кадр есть в гражданине Кейни А у Феллини такой шериф, значит, на заставке И вот ходила там А у Тарковского Я сажала своих домашних, значит, перед телевизором Включала им фильмы И смотрела, ну, останавливала, ставила на паузу Ну, посмотри, это же гениально Ну, как ты можешь этого не понимать? Наиболее интересный курс для меня Это современный культурный процесс Поскольку именно на этих занятиях Мы можем погрузиться в произведения современной литературы На что, конечно, не хватает времени в обычной жизни И это позволяет открыть для себя много новых имен Так, например, я открыла для себя Дмитрия Быкова Не как журналиста, а как поэта И, конечно, было особенно интересно Это был, пожалуй, такой важный литературный опыт Написать рецензию на современные литературные произведения Мне очень нравится предмет Лингвистические особенности медиакоммуникации Потому что она замечательный преподаватель Очень умный профессор И она практикует очень такой современный подход Дает нам полную свободу в нашем анализе В наших каких-то исследовательских интересах И мне действительно интересно изучать язык еще с другой стороны Потому что, по сути, мы учим русский язык Я уже не знаю, сколько лет На журпаке, в школе И каждый раз, каждый Новый год Я понимаю, что он еще глубже и глубже И это очень круто Постоянно проникать в эту культуру, в которой ты родился И узнавать вообще, насколько она глубокая и крутая Больше всего мне нравится курс продюсирования Который у меня еще не начался Он у меня будет в сентябре И это еще одна причина Как только я узнал, что такой курс будет Он будет на этой программе Я даже не стал раздумывать, куда идти В большей степени, наверное, нравятся те курсы, которые связаны с имиджем, с репутацией Возможно, моя будущая ВКР будет связана именно с этими темами Но пока не могу сказать точно И также мне очень нравится иностранный язык Я сейчас изучаю испанский И мне очень нравится подход преподавателя Мы изучаем не только базовый испанский, но и профессиональный Мне больше всего в учебе, именно в магистратуре Нравится научная работа и работа с научным руководителем Мне очень нравится писать мою магистрскую и взаимодействовать с моим научным руководителем Углубляться в тему, смотреть на нее под разным углом Изучать различные концепции, с которыми мне помогает мой научный руководитель Елена Леонидовна Это действительно, наверное, для меня Вот научная работа и работа над магистрской диссертацией Это самая интересная и самая приятная часть Райкин лучше всех Ну, документальное кино и ту любовь, которую он прививает именно к этому виду кинематографа Ну, и его вклад, как он чувствует Как он, не знаю, переживает все эти эмоции Когда он рассказывает о режиссерах Когда он показывает свои фильмы, рассказывает о своей практике Я сидела и на протяжении вот этих вот трех часов у нас были сдвоенные пары И еще, когда не наступила волна коронавируса Все вот эти вот ограничения У меня бегали мурашки по телу Ну, поскольку в бакалавриате я занималась историей Африки во второй половине 20 века То, когда я поступала на журфак, я думала, что я продолжу эту тему Только в контексте уже современной международной политики И с использованием периодических источников Однако сейчас я до конца не определилась, какая часть региона это будет И будет ли это связано исключительно с Африкой Или это будет какой-то общий мировой процесс, где Африка будет задействована Однако мой научный руководитель Григорий Владимирович Круцков В принципе, очень поддерживает идею с изучением Африки В контексте российских СМИ, в контексте зарубежных СМИ Поскольку сейчас, к сожалению, этот вопрос сильно провисает И в современной исторической науке, и в современной журналистике Я бы хотел поизучать TikTok, потому что это суперновая платформа Мне кажется, она задает тренды, и она будет еще популярна очень долгое время И, возможно, изменит сильно медиа-среду и то, как люди потребляют контент Но пока я не понимаю, с какой стороны подойти Потому что алгоритмы неизведаны, непонятно, что изучать Как изучать, СМИ представлены там, ну, не сказать, что очень хорошо Поэтому я пока в поисках Скорее всего, это будет про TikTok Но какой именно разрез, я пока пытаюсь искать вместе со своим научным руководителем Диссертация у меня будет связана с темой, которой я занимаюсь Она будет касаться продюсерского департамента в российском кинопроизводстве Рынка ставок с точки зрения исполнительного продюсера, например Научным руководителем у меня, я надеюсь, будет, как в бакалавриате Сергей Сергеевич Смирнов Елена Леонидовна Бартанова Надеюсь, ничего не поменяется С ними было очень круто и приятно работать Пока что я не выбрала научного руководителя Поскольку я на факультете всего, получается, полтора семестра Я еще не познакомилась со всеми преподавателями По поводу темы, думаю, что она будет связана с имиджем, с репутацией И думаю, что коллеги уже подскажут, кому лучше обратиться Кто мне поможет написать грамотную работу именно по этой теме В рамках магистрской диссертации я изучаю трансформацию бизнес-модели The Walt Disney Company в 2020 году Четыре года занимаюсь на журфаке изучением этой медиакомпании С абсолютно разных сторон Я начинала с изучения программирования Обращала внимание на Россию, на Бразилию, на США И сейчас мне стало интересно взглянуть на эту компанию С точки зрения менеджмента и экономики компании Ну и плюс сама компания в этом кризисном году А кризисный менеджмент — это еще одна сфера моих интересов Сделала такой большой исследовательский подарок И, собственно, натолкнула меня на изучение бизнес-моделей компаний Это же медиа-менеджмент, это медиа-бизнес, это все, что я люблю И все, что мне интересно изучать Я пишу магистрскую диссертацию на кафедре социологии СМИ С Марией Евгеньевой Аникиной, моим любимым научным руководителем Я изучаю типологические особенности школьных телеканалов Изучаю медиа-образование, медиа-грамотность частично Исторический тип медиа-образования, кино-образование И в целом объектом моего исследования выступают школьные телеканалы-победители нашего фестиваля школьных СМИ, который проходит ежегодно на факультете журналистики МГУ Огромный плюс журфака заключается в том, что здесь присутствует свобода мнений Ты можешь изучать любую тему, заниматься любым вопросом Независимо от каких-то предрассудков, мнений преподавателей и так далее Здесь все равно ты всегда найдешь поддержку в том вопросе, который тебя интересует Мне, в принципе, очень нравится атмосфера на журфаке Здесь царит везде креатив, очень интересные люди И я абсолютно не чувствую, что я пришла с другого факультета Здесь какое-то другое отношение Все преподаватели также понимают, что, возможно, кто-то не так сильно разбирается в учебных программах Они стараются адаптировать их под новичков И, в принципе, здесь по-настоящему такая семейная атмосфера И я ни капельки не жалею о том, что я пришла именно на журфак Ну, журфак красивый Я привыкла учиться красиво Я привыкла приходить во дворец и быть студенткой среди колонн В любом случае я планирую поступать в аспирантуру Вопрос только, где будет эта аспирантура Останется ли это все-таки МГУ и журфак Или же это будет какой-то, возможно, зарубежный вуз в силу некоторых обстоятельств В любом случае я планирую получить степень И, конечно, сфера деятельности будет в любом случае связана с журналистикой И, возможно, частично с историей И у меня есть тяга к преподаванию Я хочу транслировать знания людям В принципе, сейчас я уже этим занимаюсь Объясняю людям, как доносить свои знания, как доносить свои идеи Я бы хотел еще немножко апгрейднуться И я очень мечтаю поступить в аспирантуру Я бы очень хотел И я надеюсь, что наша совместная жизнь с журфаком продолжится И вот этот сериал «Я и журфак» у него будет не только еще Какой? Шестой сезон моей магистратуры Будет еще седьмой, восьмой, девятый, десятый